МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Нериман Тарсинова. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. Керчь, Симферополь, Севастополь. Глава государства приехал в Крым. Стройка века. Крымский мост завершен наполовину. В детский сад без очереди. В Добровской долине очереди в детские учреждения остались в прошлом. Оформление земельных участков, газификация, обустройство мест компактного проживания. Проблемы судака изучает депутат Госдумы. Об этих и других новостях прямо сейчас в нашем выпуске. Глава государства посетил Крым. Сегодня Владимир Путин на вертолете прилетел на остров Тузла. Дальше на микроавтобусе президента провезли по Крымскому мосту до автодорожной арки. Владимир Путин осмотрел сегодня ход строительства Крымского моста. Президент России впечатлили масштабы стройки. Половина работ здесь уже завершены. Ранее сообщалось, что мост будет открыт к концу декабря этого года. Однако Владимир Путин надеется, что активное движение автомобилей начнется уже этим летом. Кроме этого президента ждут и в Севастополе. На главной площади города готовится концерт. Наш корреспондент Софья Шукурова сейчас там. После Владимир Путин отправился в новый терминал аэропорта Симферополь. Он готов уже на 100%. Глава государства открыл новый терминал. Новый аэровокзальный комплекс готов на 90%. Площадь нового терминала примерно 10 футбольных полей. При строительстве использовали самые современные технологии. Крымская волна готовится встретить первых пассажиров уже этой весной. Новый терминал аэропорта Симферополя осмотрел президент России Владимир Путин. Главе государства показали уникальную инфраструктуру, кровлю и остекление терминала. Во время осмотра аэровокзала президенту рассказали и о туристической инфраструктуре полуострова. Владимир Путин осмотрел макет всего аэровокзального комплекса. На первом этаже президенту показали зал регистрации, самой большой зеленой стеной не только в России, но и в Европе. Затем глава государства осмотрел уникальную багажную систему, которая была разработана впервые на российском заводе с 1991 года. В новом аэровокзальном комплексе для удобства пассажиров предусмотрено 28 лифтов, 16 эскалаторов, 8 телетрапов. Образ моря – основная идея для дизайнеров терминала «Крымская волна». Для создания уникального силуэта, напоминающего «Крымскую волну», смонтировано почти 6 тонн металлоконструкции, возведено 136 уникальных колонн высотой до 35 метров. Этот аэропорт на протяжении 4 лет входит в десятку лучших российских аэропортов. Новый терминал рассчитан на обслуживание 7 миллионов пассажиров в год, с возможностью расширения до 10 миллионов человек. Этой масштабной стройке всего два года, но она уже вошла в историю Крыма. Это один из самых крупнейших проектов. Все строительные работы завершатся уже этим летом. Лилия Веджат и Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Самая ожидаемая стройка века. Крымский мост строится в рекордные сроки. Задействовано более 10 тысяч человек со всей страны. Уже наполовину выполнены работы по устройству полотна автодороги. Движение автомобилей должно открыться в этом году. Когда мы планировали кафе и проектировали, мы почему-то для себя выбрали стиль модерн 60-х годов. Супруги Елена и Дмитрий – успешные предприниматели из Керчи. Они создали на полуострове крупную семейную бизнес-компанию, обучались тонкостям мастерства бизнеса в Америке. Но любимое дело развивают у себя на родине. Учитывая, что город у нас очень маленький, и слух о том, что мы планируем запустить женский фитнес-клуб, воспринялся это очень неоднозначно. За 8 лет супруги объединили более 200 сотрудников с материка и полуострова. Семья с нетерпением ждет Крымский мост, который даст мощный импульс развитию всего юга России. Каждый раз, когда вы будете проезжать по этому мосту, вы будете видеть этот масштаб, эту грандиозность, эту грациозность этого строения, к которому просто невозможно будет привыкнуть никогда. И это то событие, которое перевернет нашу жизнь и изменит ее раз и навсегда. Брат и сестра Анатолий и Ольга живут на разных берегах Керченского пролива. Анатолий переехал на полуостров почти полвека назад. По профессии он моряк, с корабля наблюдал, как строится Крымский мост. Ольга и Анатолий ждут стройку века, как и их соседи. Почти у каждой семьи из прибрежных поселков есть родственники на соседнем берегу. Все ждут мост очень сильно, чтобы чаще общаться со своими родными и близкими. И действительно встречи будут ближе и чаще. А это студенты и преподаватели Керченского морского технического колледжа. Учебное заведение существует с 1884 года. Его выпускниками стали более 40 тысяч специалистов. Сегодня в колледже учатся около 700 студентов. Треть из них переехала с материковой части страны. Руководство колледжа надеется, что с запуском движения по мосту абитуриентов с материка станет еще больше. Мы ждем этого моста. Очень ждем. С постройкой этого моста это будет стремительное и стремительное развитие Крыма. И нашего колледжа, естественно. Когда я выпущусь этого учебного заведения, при первой же возможности, я, естественно, пройду под арками Крымского моста. Крымский мост – один из самых ожидаемых и нужных инфраструктурных объектов в стране. Его пытались построить несколько раз, но удалось только в российском Крыму. Этот мост станет самым протяженным в стране. Его длина – 19 километров. Уже в этом году по Крымскому мосту проедут первые автомобили. Села без инфраструктуры. Вопросы оформления земельных участков, газификация, обустройство мест компактного проживания крымских татар. Эти и другие вопросы жители Судакского региона озвучили депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Наш корреспондент Софья Шкурова об итогах встречи расскажет подробнее. Пенсионерка Муслиме Рахманова живет на окраине Судака. Ее дом в центре поселка Яны-Мале и у самого берега реки Суксу. После осадков река переполняется с гор, спускается сель и подтапливает жилые строения. Жители просят помочь решить вопрос с возведением берега укрепляющих сооружений и вычистить реку от последствий прошлогоднего селя. Начинается дождь и мы все молимся. Люди выходят и подкладывают мешки с песком под дома. Вода поднимается и все смывает на своем пути. Люди подсыпают, а оно все рушится. И таких проблем у жителей микрорайона много. О них поговорили на встрече с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Русланом Бальбеком. Газификация и дороги в местах компактного проживания – главная проблема для жителей. Как холода наступает, там у нас детишки. Дороги страшные, дороги страшные. Невозможно там проехать. Мы просто просим обратить внимание на наши дороги. Говорили о позитивных переменах на полуострове строительства Крымского моста, трассы Таврида, почти готов новый терминал аэропорта Симферополь. Обсудили и предстоящие выборы. Депутат напомнил о значимости этого события для каждого крымчанина. В свою очередь, активисты и лидеры общественного мнения сообщили – на выборы пойдут. Участие в выборах позволит нам в будущем решать наши проблемы, как с точки зрения морали, так и юридически. У нас будет право обращаться с вопросами к президенту. Мы обязаны идти на выборы и отдать свой голос. Руслан Бальбек в Судаке посетил единственную национальную школу. В зале собрались родители учащихся и преподаватели. Учебное помещение не вмещает всех школьников. В здании, рассчитанном на 140 учащихся, сейчас обучается 320 занятия. Здесь проходят в две смены. Конечно, встреча очень важная. Проблемы в школе есть с помещениями. Нам не хватает помещений. Требуется расширение, реконструкция. И просим нам выделить еще здание, помещение для школы. Скоро эта проблема будет решена. Земля под строительство еще одной национальной школы уже выделена. О том, как решаются остальные проблемы, депутат рассказал на встрече с общественностью в местном Доме культуры. Люди, к сожалению, долгое время жили без дорог, газа. Были даны четкие ответы. То есть, по газификации, это 2019 год, этот Янымале будет газифицирован. Вопросы этой реки Сухсу. 35 миллионов выделено по очистке русла. И, естественно, второй этап – это строительство берегоукрепительных сооружений. Это вопросы строительства дорог. Дороги паспортизированы. Те обозначены как в Янымале, так и в Осрете. Идет процесс проектирования. И я думаю, что включусь и постараюсь помочь делать все, чтобы определить источники финансирования. Все озвученные вопросы внесли в протокол. Глава администрации будет прорабатывать каждое обращение. А через неделю Руслан Бальбек намерен вернуться в судак, чтобы проверить, как решаются проблемы. София Шукурова, Дмитрий Незовой, телеканал «Миллет». В Добровской долине очереди в детские сады остались в прошлом. На территории поселка возводят два детских сада и новую школу на 800 мест. Это позволит полностью закрыть потребность местного населения в сфере образования. Об этом стало известно на общешкольном родительском собрании. Об итогах Султаниеси. Собрание проходит в необычном формате. Педагоги подводят итоги. За четыре года в Добровской долине произошли впечатляющие изменения. Полностью ликвидирована очередь в детские сады. Появились рабочие места. Общеобразовательные учреждения обеспечены новой мебелью. На протяжении многих лет ничего не менялось. А сейчас у нас уже и новые кровати, и новые столы, мебель, шкафчики, игрушки новые. Должное внимание уделили и предстоящим выборам президента Российской Федерации. Представители власти призвали выполнить свой гражданский долг и принять участие в политической жизни страны. Я прозываю жителей участвовать на предстоящих выборах. Кроме этого, не обращать внимания на какие-либо провокации, особенно со стороны Украины. Не нужно никого слушать. Выбирайте свой народ и делайте правильный выбор. Планируют улучшить и транспортную инфраструктуру в поселке. Современная дорога с уличным освещением скоро порадует жителей. В Добротской долине для малышей и учащихся школ создаются комфортные условия. Возводятся современные школы, детские сады и спортзалы. Появился новый толчок для развития полуострова. На этой позитивной ноте завершилось общешкольное родительское собрание. В Симферополе выброшенный из окна машины гаечный ключ разбил лобовое стекло попутного автомобиля и попал в лицо пассажирки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Инцидент произошел на проспекте Победы. По словам потерпевшей, они ехали в автомобиле ВАЗ и с следующей впереди машины выбросили гаечный ключ. Инструмент разбил лобовое стекло «Жигулей» и, отскочив от панели, попал в лицо девушке, которая ехала на переднем сиденье. По информации очевидцев, нарушитель уехал с места инцидента. Вместо грязи новая дорога. Вместо пустых полей – школы и детские сады. Представители власти осмотрели объекты ФЦП сразу в трех местах компактного проживания крымских татар. Подробности расскажет Инвер Аблизис. С дорогами, напоминающими болото, жители микрорайона «Белая-4» прожили 27 лет. Постоянная пара чистой обуви в пакетах стала уже привычной. И только сейчас мечта о человеческих условиях становится реальностью. При поддержке депутата Госдумы Руслана Бальбека самые проблемные участки дорог стали засыпать щебнем. Наконец-то современная власть, сегодняшняя власть нас услышала. Мы обратились к ним, конечно, в первую очередь. Они нас услышали, сразу пришли, обследовали. Вот, пожалуйста, сегодня мы видим результат. Там же уже достраивается и детский сад. Он один из самых красивых на полуострове. Однако работы заморожены. Подрядчику не хватает финансирования. Нечем платить зарплату? Есть несостыковки в документах. Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо еще 46 миллионов рублей. Для этого объекта необходимо будет два месяца на окончательные работы. Еще месяц для ввода объекта в эксплуатацию. То есть при желании в сентябре дети уже могут пойти в данный детский сад. Он может быть запущен полностью. А вот строительство детского сада в Каменке идет, соответственно, графику. Там же предусмотрена и кольцевая дорога Хошкельты-Стелла-Симферополь. Укладку асфальта планируют завершить к 2020 году. Мы сегодня выехали по этим местам вместе, совместно со службой автомобильных дорог и с Государственным комитетом по международным отношениям, для того, чтобы определить те участки дороги, которые будут выполняться за счет федеральной целевой программы по направлению 8, международное согласие, для того, чтобы определить те размеры и объемы, которые будут выполняться в течение 2019 и 2020 года. Рабочая группа выехала и в Марина. Школа на 500 учебных мест вырастает на глазах, а переменчивая погода не останавливает процесс. Ее сдача запланирована на следующий, 2019 год. Как сохранить этнокультуру крымских караимов? Об этом говорили в Кипу за круглым столом. Доктора наук, профессора и ученые обсуждали проблемы сохранения и возобновления историко-культурного наследия крымских караимов. Как рассказывает директор научно-исследовательского института Исмаил Керимов, такие мероприятия не единичные случаи. Дважды проводили круглый стол, связанный с проблематикой крымчаков, язык, литература, культура и так далее. И вот сегодня мы проводим круглый стол, посвященный караимской проблематике. Для того, чтобы сохранить эти этносы, народы, которые проживали, издревле в Крыму, и они сформировались в Крыму, такие как урумы, крымчаки, караимы и так далее. Караима в Крыму очень мало. По данным переписи, в 2014 году на полуострове проживает около 500 человек, а в мире их около 2000. К сожалению, этнокультура народа и сам народ находятся на грани исчезновения. В крымско-караимском языке есть очень древние слова, слова архаизмы. И исчезновение, стирание этого народа с карты мира будет невосполнимой потерей не только для маленького нашего Крыма, но и всего мира. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов присоединился ко всероссийской эстафете выбор чемпионов 18.03.18. Спикер парламента разместил в своем инстаграме видео, где подтянулся на турнике 24 раза. 24 раза, но мой рекорд 26. Присоединяюсь к своим коллегам. Республиканский чемпионат по шахматам в Крыму стал уже традиционным. В этом году в нем приняли участие команды из шести вузов. Соревнования имени Бикира Чубана Заде провели в Кепу. Десятки участников сражались за звание лучшего. Подробности расскажет Фериде Якубова. Здесь нет тяжелых физических нагрузок и усилий. Но каждая смена шахматной фигуры требует точного просчета наперед и продуманных шагов. Спорт, в котором необходимы математические и инженерные склады ума. Шахматы – это искусство, это как жизнь. Ты играешь, выигрываешь, просчитываешь стратегию, ходы, ты думаешь, как походит противник. То же самое мы и делаем в жизни, просто мы на это не обращаем внимания. А в шахматах мы это делаем непосредственно и конкретно. У нас только такая цель и задача – победить. С каждым годом организаторы турнира вкладывают все больше усилий. В Кепу соревнования уже стали традиционными. Команды из шести вузов сражались за титул сильнейшего. Турнир памяти Бекера Чубанзаде, это ежегодный. В этом году будет обязательно ориентироваться в мае-июне, посвященный 25-летию нашего вуза. На базе Кепу практикуются обязательные занятия по шахматам. Такой вид спорта развивает игрока любого возраста, делает мышление последовательным и аналитическим, отмечают организаторы. Шахматы – это игра, которая включает в себя искусство, науку и спорт. Вот сегодня все три этих составляющие, они в принципе и отвечают требованиям современного образования для нашей сегодняшней молодежи. Молодежь у нас вообще очень оригинальная, веселая, умная, целеустремленная. А то, что они любят шахматы, это им особый, как говорится, респект. Итоговый шах и мат поставила команда Кепу, одержала шесть побед и заняла первое место. Второе место у Медакадемии, третье у Таврической. Основная задача ежегодного турнира – привлечь все больше молодежи и воспитать на полуострове профессионалов. На главной площади столицы продолжается выставка «Крымская весна. Строим будущее». На этот раз главная задача организаторов – показать прошлое полуострова. На 20 плакатах хроника главных событий «Крымской весны» фотографы зафиксировали уникальные кадры 2014 года. От беспорядков у здания Верховной Рады Украины до общекрымского референдума 16 марта. Когда уже стало понятно, что Крым поворачивается к российскому берегу, надо сказать, что все поддержали это решение. Ни один эстонец не уехал ни в Эстонию, ни в Украину, ни в какие другие города. Все остались на месте. На референдум тоже все пришли вместе. Меня это очень радует. Выставка продолжается 20 плакатами с воспоминаниями крымчан. Каждый из них рассказывает про эмоции, ожидания и надежды, которые связаны с событиями «Крымской весны». В проекте приняли участие люди разных профессий, возрастов и национальностей. Наши люди организовали лагерь и никого не пускали. Ни с той стороны, ни с той. Это у меня очень яркая жизненная страница, которая на всю жизнь останется у меня в памяти. Вечера около костра. В то же время страшно и радостно. В любом случае мы не просто там так находимся. Мы знали, что мы надеялись, верили. И уже в глубине души где-то знали, что в любом случае мы на верном пути и обязательно вернемся домой, в Россию. Вместе с основными стендами выставки установлена специальная интерактивная фотозона. На ее фоне жители и гости полуострова могут сделать креативную фотографию, разместить ее в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте с хэштегом «Строем будущее» и «Крымская весна». Пост должен быть доступным для всех. Победители конкурса ждут интересные, яркие и креативные подарки. Такие фотозоны размещены в городах и поселках Крыма. Бесплатно в Хадж поедет победитель конкурса «Чтецов Корана». Об этом сообщает прислужба Думка. Духовное управление «Мусульман Крыма» объявило о всекрымский конкурс среди чтецов Корана в оригинале. Отборочные туры пройдут в мечетях районов и населенных пунктов, где будут выбраны лучшие. Финал конкурса состоится в центральной мечети Симферополя Кибирджами в 27-й день месяца Рамазана. Говорится в сообщении, финалисты конкурса получат ценные призы и подарки. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться к имаму своего района. Такими были события среды. Увидимся уже завтра. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова